Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Это программа «Будьте здоровы!» В студии для вас работают Сабина Саякова и доктор Евгений Грапов. Мы расскажем вам о том, как сохранить и приумножить самое ценное. Говорить о вашем здоровье вместе с нами будут лучшие врачи страны. Мы начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в программе. Стоит ли миф о яйцах выеденного яйца? Из-за чего обычный насморк может перерасти в гайморит? Может ли горячую любимый всеми бешфармак спровоцировать инфаркт? А также первая помощь при ДТП. Как не навредить? АПЛОДИСМЕНТЫ Удивительно, сколько толкований вызывает столь обыденный продукт, как яйца. И сегодня мы попытаемся понять, стоят ли эти слухи выеденного яйца. Кстати, многие считают яйцо буквально панацеей от всех болезней. И вот бытует даже такое выражение, что ни один день певца не проходит без яйца. А у нас в студии гостья. И хоть она не певица, но имеет свое особое мнение о яйцах. Встречаем Батиму! Здравствуйте, Батима! Проходите к нам. Здрасте! Вы пришли поделиться с нами своими секретами приготовления яиц. Да? Ну да, яйца мы в семье вообще употребляем. И как продукт, и как маски, как для волос, как для лица. Да, да, то есть используем и скорлупу, да. То есть яйца для нашей семьи это прям основной продукт, даже больше, чем мясо. Но вот кроме традиционной яичницы или там омлетика, может быть, например, поделитесь с нашими телезрителями что-нибудь таким эдаким? Эдаким. Ну вот я тут услышала слово скорлупа. И не поняла, каким образом вы ее употребляете? Ну, в скорлупе, на самом деле, очень много кальция. То есть, например, у меня мама очень часто, ну и давно, то есть я с детства помню, что она делает всякие настойки. И скорлупы. А как? Поделитесь рецептом? Ну, то есть скорлупушку она там спиртиком заливает. Скорлупушка в спиртике. И получается чудная настойка. Да. Ну а еще, в принципе, есть такая народная масочка для волос, например. Это вот коньячок, желток. Вот это все мешаете. И это укрепляет волосы. И на волосы, и на лицо. И на лицо, да. И на зону декольте. В общем, подходит. Да, это очень подходит. Ну а вот, Батима, вы точно не музицируете? Я люблю петь. Так. Да. Но я не делаю этого профессионально. Я пою только исключительно для себя. Ну и, естественно, яйца здесь тоже в помощь. А как они вам помогают? Вы знаете, сырые яйца, когда их вот выпиваешь, смягчают очень связки. Не страшно вам выпивать сырые яйца? Да как-то нет. А как же? Нужно жива все это время еще осталось. Ну это, конечно, хорошо. Хорошо. Ну что ж, а мы приглашаем продолжить с нами разговор нашего эксперта. Да, и сегодня у нас в гостях врач общей практики Беклевова Жанар. Встречаем. Прошу вас, Жанар. Здравствуйте, Жанар. Здравствуйте. Жанар, употребляете вы яйца? Любите их? Яйца, естественно, входит в ежедневный рацион. Ой, питание. Яйца очень полезны для организма, так как содержат много минералов и богаты железом. Поэтому яйца надо кушать практически каждый день. А говорят, в день нужно съедать не более двух яиц. Это правда? Да, потому что там очень много холестерина. Холестерин, он как бы оседает на сосудах и вызывает атеросклероз сосудов. Поэтому, но холестерин также очень полезен для работы мозга. Поэтому надо есть яйца. Ну вот мы все чего-то о куриных и о куриных. А как вы относитесь к перепелиным яйцам? Чем они знамениты? Так, перепелиные яйца, они хороши тем людям, у которых аллергия на куриный пирог. Поэтому они употребляют перепелиные яйца. Доктор Грапов, скажите, а на самом ли деле в перепелиных яйцах нет сальмонеллы? Вот я слышала такое мнение. Да, действительно, бытует такое мнение, Сабина, но это не касается яиц, выведенных птицей в дикой природе. Поэтому перепелиные яйца, те, которые мы получаем прямиком из инкубаторов, считается, что да. Но для дикой птицы это не свойственно. То есть все-таки дикая природа, это и есть дикая природа, поэтому нельзя вот эту тенденцию распространять на все перепелиное семейство во всем мире. Спасибо. Жанар, ну вы слышали рецепт ботимы, скорлупа яичная, залитая спиртом или водкой. Вот такая вот настойка. Ну, скорлупа яичная желательно не употреблять в пищу, так как она может содержать бактерии сальмонеллы. Сальмонеллез – это очень серьезное заболевание, особенно если заражаются дети. Она повышается температура, появляется жидкий стул, поэтому яйца употреблять лучше в вареном или в жареном виде. А что вот по поводу масок из яиц? Это достаточно безопасный метод? Я считаю, что если наружу, можно будет, наверное, это использовать, да. А вот ботима у нас распиваться иногда любит с помощью сырых яичек. Как вы прокомментируете такое? Белок желательно не употреблять тоже в сыром виде, так как он сужает голосовые связки, как бы высушивает. Поэтому лучше, если распиваться, лучше пить воду. Лучше пить воду, теплую воду. В теплом виде, да. То есть это миф, что яйца помогают. Видите, в мультфильмах, сколько я помню, всегда показывали. Да, я думаю, что он был неправ. Все-таки миф. А еще такой вопрос. Яйца отваренные в смятку. Достаточно ли этой термообработки для того, чтобы вот эта вот инфекция сальмонелла исчезла? Сальмонелла быстро погибает при температуре. В первых минутах варки сальмонелла уже уничтожается, поэтому когда я ем яйца в смятку, я всегда начинаю как-то переживать, убились ли там эти инфекции. Действительно. Ну а вот, к примеру, ботима, она посредством вот этой вот чудо-микстуры получает в свой организм, как ей кажется, достаточное количество кальция из скорлупы. Вот как быть в этом случае? Действительно ли кальций содержится в том должном количестве для человеческого организма? Или все-таки это миф в скорлупе? В скорлупе содержится кальций, но не в достаточном количестве. Его меньше, чем в других таблетках, например. Мне кажется, лучше будет, если обратиться к доктору, и потреблять именно таблетированную форму. То есть не заниматься самолечением? Да, естественно. И не пить такую настойку, конечно. Естественно. Особенно спиртовую. Спиртовую вообще нежелательно. Ботима, а что по поводу перепелиных яиц? Ну, перепелиные яички, ну, я не знаю, я как-то к ним отношусь, вот уже как больше к украшению, наверное. Вот на Пасху их можно. Или детское лакомство, да? Детское, да, что-то такое. То есть как-то... Тем не менее, доктор Грабова, они полезны? Поэтому... Да, конечно. Как вот нам сказала Жанар, то есть те люди, кто испытывает непереносимость яичного куриного белка, для тех людей показано употребление перепелиного яйца. Ну, а детки, то есть в силу того, что их иммунная система еще не до конца сформирована, они наиболее уязвимы ко всем вот этим вот сенсибилизирующим аллергенным факторам, которые могут таить в себе куриные яйца. Поэтому для них предпочтительнее будет вариант с перепелинами. Ну, а еще детям делают такой гоголь-моголь. О! Да. Что это? Зачем это? Можно ли? Гоголь-моголь – это сыром в виде употребления яйца с молоком. Я считаю, что это как бы не очень полезно детям. Во-первых, там также могут сохраняться какие-либо бактерии. И, естественно, может повредить слизистую желудок. Вот как. То есть это даже опасно в какой-то степени. А каким образом вот именно, то есть какое-то абразивное воздействие, агрессивное, да, на слизистую оболочку желудка, да? Вот. То есть повышает кислотность в этот момент в желудке? Гоголь-моголь-моголь или… Нет, желудок, как бы белок, он стягивает слизистую желудка. Стягивает? Да. Может как бы вызывать нарушения. Эрозии. Ну, не эрозии, а нарушения небольшие, как в виде гастрит. В общем, яйца есть можно и нужно. Спасибо вам, Жанар. Спасибо, Батима. Не рискуйте своим здоровьем. Ну, а мы продолжим наш разговор о вкусной и полезной еде. Не переключайтесь. Смотрите далее. Как с помощью зеркала увидеть причину гайморита? Первая помощь при ДТП. Главное правило – не навреди. Прямо сейчас. Может ли настоящая пища кочевников нанести вред здоровью? Бишбармак, манты, киспекоже. Сабина, ты любишь национальную казахскую кухню? Ну, а кто же ее не любит, Евгений? Кстати, считается, что все эти блюда повышают холестерин в крови и могут дать лишний вес. А всеми нами любимый бишбармак может спровоцировать инфаркт даже у людей в возрасте до 35 лет. И об этом подтверждает исследование известного немецкого кардиохирурга Гарольда Летена, который около двух лет проводил лечение и обследование в Казахстане. Кстати, спас около 400 жизней. Так вот, он одной из основных причин развития инфаркта у нашего населения назвал именно высоко калорийные национальные блюда. В частности, наш любимый бишбармак, о котором ты сказала выше, да? А бишбармак, как известно, в силу своей жирности провоцирует концентрацию холестерина в крови человека. Что оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Безусловно. И, кстати, у нас сегодня гость, большой любитель национальной кухни. Встречайте, продюсер, радиоведущая Гульбахор Касанова. Здравствуйте, Гульбахор. Здравствуйте. Прошу вас, Гульбахор. Вы действительно такая любительница национальной кухни? Я любительница жизни. Я любительница всего того, что радует нас. Балуете ли вы свою семью приготовлением вкусного бишбармака? Обязательно. По большим праздникам мы обязательно готовим что-то из мяса. Это могут быть манты, это может быть бишбармак, это может быть плов. Я думаю, что национальная кухня, она, конечно же, предполагает большое количество мяса во всех блюдах. Иначе это и не праздник. А вы сама готовите Гульбахор? С большим удовольствием, конечно. А у вас есть коронное блюдо? Коронное блюдо, вот такие бишбармак и плов. Ну а я приглашаю присоединиться к нашему разговору еще одного гостя. Сегодня у нас в гостях профессиональный повар Дастан. Встречаем. Здравствуйте, Дастан. Приветствую вас. Прошу. Дастан, скажите, как вы считаете, бишбармак, ну вообще блюда национальной кухни, могут как-то повлиять на здоровье? Ну, мы считали нет вообще-то. Кушали с удовольствием. В разумных количествах, конечно. Только готовите или кушаете? Ну... Сами что любите, Дастан? Ну, бишбармак, по-моему, все казахи любят это абсолютно. Не обсуждается, да? Не обсуждается. А мне нравится вообще-то манты из баранины. Давайте мы пройдем все-таки к нашему столу и посмотрим, какие блюда у нас здесь имеются. Итак, перед нами три блюда национальной кухни. Киспекожия, манты, ну и... Его величество бишбармак. Отличительной особенностью каждого из представленных здесь блюд является то, что оно в своем составе имеет определенный вид мяса. Ну, к примеру, киспекожия у нас из говядины, манты из баранины, а бишбармак из конины. Вот как вы думаете, какое из этих блюд, ну, скажем так, какое из этих видов мяса будет наименее полезным? Прошу вас, Горьба. Я считаю, что говядина, потому что коровушки у нас в основном на фермах разводятся и питаются комбикормом. Так. А барашки, и особенно лошадки, они не будут кушать комбикорм, они любят жизнь вольную, пастись на жаляу, на зеленые травки. И я считаю, что такое мясо будет наиболее полезным и более экологически чистым. То есть, соответственно, третье место у нас занимает... Говядина. Говядина. Да. Ваше мнение, Достан? Ну, я тоже так считаю. Канина это... Хотя, с другой стороны, если говорить о жирности, да, то говядина, она наиболее постная. Если вы говорите о холестерине, то тогда, наоборот, можно поставить на первое место. Вот тут разные критерии могут быть. С какой стороны, как посмотреть, да? С какой стороны посмотреть, да. Ну, вот Достан так и не поделился с нами своим мнением. Ну, не знаю, я тоже так считаю. Говядина на третье место. Мы определили, что, по мнению наших уважаемых гостей, третье место занимает у нас блюдо из говядины. На втором месте... Гульбахор. Пусть будет баранина. Потому что я хочу, чтобы на первом месте была конина. Достан. Я тоже так хочу, потому что баранина тоже кушает комбикорм. Да? Да. Тоже кушает комбикорм. Да, да, тоже кушает. Так, ставим баранину на второе место. А как вы думаете все-таки, почему баранину вы поставили на второе место? Чем она может быть полезна или, наоборот, вредна для организма? Канина на первом. Так. Если в меру, то бараний жир и вообще животный жир, который попадает в наш организм, он, насколько я читала, он помогает в профилактике таких болезней, как болезнь Альцгеймера. Потому что из таких жиров состоят наши нервные клетки. Поэтому, ну, наверное, какая-то польза есть. А если вы говорите о том, что полезнее, то все-таки конина, я считаю, наиболее полезное мясо, более чистое. Ну, ясно. Так. Так. Значит, у нас определился победитель. И я, как врач, от себя, конечно, добавлю, что наши гости, безусловно, правы. На первом месте у нас стоит конина, да? Потому что конина – это, на самом деле, очень диетический продукт, который оказывает наименьшее агрессивное воздействие на наш организм. Все дело в том, что в составе конины, ну, во-первых, жира не так уж и много, а во-вторых, по своей консистенции все-таки жир, конский жир, он состоит в основном из липопротеидов низкой плотности. То есть это те липопротеиды или жиры, которые не образуют в человеческих сосудах, в организме атеросклеротические бляшки. Поэтому профилактика инфарктов, сердечно-сосудистых заболеваний, прочих заболеваний сердечно-сосудистой системы, оно, конечно же, основано на употреблении конины в частности. На второе место наши уважаемые гости поставили манты, которые состоят из теста и баранины. Но дело в том, что говядина и баранина, виды мяса немножко разные, и говядина, безусловно, выигрывает в плане диетического применения, за счет того, что, конечно, баранина, она более жирная, она более жирная и провоцирует в организме разрастание именно вот этого нехорошего холестерина, то есть холестерина, содержащего липопротеиды высокой плотности. То есть тот холестерин, который и образует вот эти вот так называемые бляшки атеросклеротические, которые приводят к заболеванию сердечно-сосудистой системы. Вот. Говядина в этом плане все-таки вариант выбора. Вот. Поэтому я бы поменял. Ну, наши гости не зря сомневались по поводу выбора продуктов. Скажите, доктор Грапов, а есть ли, допустим, манты из баранины, есть ли они приготовлены еще и с тыквой? Тыква может как-то сбалансировать вот этот жир, который вреден для здоровья? Да, хороший вопрос. Сабина, помимо всего прочего, ну, а это что? То, что с тыквой манты сочней, вкусней и так далее. Тыква здесь еще выступает в качестве усилителя пищеварения. То есть достаточно агрессивный продукт, достаточно агрессивное сочетание мяса, особенно жирное мясо, с тестом. То есть нагрузка идет повышенная как на органы пищеварения, так и на печень, выделительную систему. Конечно, поэтому тыква, она улучшает пищеварение, то есть помогает вот этим вот продуктам, не всегда легким, да, скорее и быстрее питаться, всосаться в наш организм, то есть и, соответственно, чувство тяжести, распирания, оно будет нивелировано. Так что вывод, ешьте манты с тыквой. Конечно. Если это с бараниной. Скажите, есть ли какие-то рецепты по выбору баранины, Дастан? Надо выбирать нежирные куски. Если у вас уже жирные куски, надо срезать жир от мяса и сварить на воде, и потом можете уже пользуясь жарить. Этот жир все остается в бульоне. То есть, если мы отделим жир от мяса, то получается, это уже не такое жирное блюдо. Да, не такое жирное. Это так, доктор? Ну, конечно же. То есть основную жирность при приготовлении мяса нам обуславливает подкожно-жировой жир животного, с которым мы варим это мясо. Поэтому совсем не обязательно поедать весь тот жир, который мы купили вместе с основным куском мякоти. И, как сказал Дастан, мы вполне можем обойтись без него. То есть, срезав этот жир, мы повышаем концентрацию целебных и полезных свойств этого мяса. А еще говорят, что жирное мясо каким-то образом повышает иммунитет. Вот, например, пьют сурпу, когда человек болеет. Вы так пьете сурпу? Я не любительница, но в моей семье есть люди, которые обожают сурпу. И даже такой жест вежливости хозяйка всегда после подачи основного блюда без шпармака спрашивает, вы будете сурпу или нет. Желающие, конечно, с большим удовольствием, с таким кайфом, причмокиванием. Ее пьют. Ее пьют. Существует такое понятие, как эпигенетика. Что это значит? То есть, как правило, мы употребляем те продукты питания, которые произрастают, или, если это касается животноводства, были выращены в нашем регионе. То есть, наш организм из поколения в поколение посредством наших мам, пап, бабушек, дедушек адаптируется к одному определенному рациону питания. И мы воспринимаем его уже как должное. Спасибо вам, Достан, что были с нами. Спасибо вам, Гульбахор, за ваши советы и рекомендации. Ну, а вы, друзья, выбирайте те продукты, которые ведут к здоровью и долголетию. Мы продолжаем. Самое интересное впереди. Допустимы ли народные методы лечения при гайморите? Экстремальная ситуация. Первая помощь при ДТП. Смена температуры за окном часто влечет за собой последствия для нашего организма. Малейшее переохлаждение, и вот уже появилась боль в горле, насморк. Ну, а обычный насморк может перерасти в гайморит и привести к тяжелейшим последствиям и даже к летальному исходу. Сегодня мы будем говорить о гайморите. А поможет нам в этом эксперт, врач-отоларинголог Мария Федорова. Встречай. Мария, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Даже как-то страшно звучит, что насморк, казалось бы, простой насморк может привести к таким плачевным последствиям. А ведь насморк у нас бывает довольно-таки часто. Да, к сожалению, сейчас такой период, когда насморка очень тяжело избежать. Если его запустить или неправильно лечить, можно получить такое осложнение, как гайморит. Насколько он распространен? Вот у нас в Казахстане, в частности, гайморит. Ну, я вам скажу, что каждый третий пациент обращается к лорачу с гайморитом. Особенно в осенне-весенний период, когда идет обострение вирусной инфекции. Часто распространен гайморит. И в итоге, получается, если не лечим насморк, то он может перерасти в гайморит. Важно начать лечить насморк. Все верно. И не то, что не просто не обращать на него внимания. Что такое гайморит и что происходит при развитии этого патологического процесса? Давайте мы разберем на макете. Прошу вас. Давайте. Значит, гайморит – это воспаление гайморовых пазух. Гайморовых пазух у человека две – правая и левая. Они находятся по разным сторонам носа. В норме в гайморовых пазухах должно находиться воздух. Но они соединяются у нас при помощи естественных соусев к полости носа присоединяются. Давайте. С носовыми ходами. С носовыми ходами. И когда мы заболеваем, у нас начинается насморк, слизистая в полости носа отекает и затрудняется отток из пазух носа. И в дальнейшем может привести к гаймориту. То есть гайморит – это воспалительное заболевание гайморовых пазух. Все верно. А чем заполняются эти пазухи в момент развития заболевания? Сначала в пазухе отекает слизистая, которая находится внутри пазухи. Затем при осложнении начинает скапливаться различная жидкость. Сначала слизистая отделяемая, потом уже переходит к гнойной процессу. Мария, а что же вот это за пазухи наверху, надбровные? Также у нас есть лобные пазухи. Они находятся над глазами. Их тоже две. Так называемые фронтальные пазухи. Их воспаление называется фронтит. Также у нас есть решетчатые пазухи, находящиеся в области переносицы носа. Их тоже парные. Вот они у нас идут вдоль переносицы, между орбитой и переносицей. И еще у нас есть еще одна пазуха, называется свиноидальная. Она находится в центре головы. Существуют ли группы риска по заболеванию гайморитом? Кто более подвержен? Более подвержены люди, во-первых, со слабым иммунитетом. Во-вторых, люди, перенесшие какую-то травму. И как бы дают искривление перегородки носа. Допустим, она искривляется справа или слева. Искривления могут быть настолько сильные, что носовое дыхание может вообще отсутствовать с одной половины носа. И тем самым она, конечно, нарушает поток воздуха в полости носа. И любое воспалительное заболевание, там насморк. Естественно, с той стороны, где нарушена у нас вентиляция в полости носа, там чаще всего и начинается у нас с той стороны гайморит. Ну а как же понять, что уже начался гайморит? Это не насморк? Ну, гайморит всегда надо помнить, что он не возникает сам по себе. Это обязательно идет осложнение острой вирусной инфекции в 90% случаев. И лишь в 10% случаев виноваты зубы. То есть, если вы болеете, и прошло 5 дней от начала заболевания, и у вас не дышит нос, появились головные боли. Покажите на примере наших предметов. Ну вот здесь у нас лежит три предмета. Это маска. То есть, это говорит о том, что когда мы не лечим вирусную инфекцию, у нас происходит осложнение зубы. Это, значит, может быть неудачный поход к стоматологу, даже когда пломбировочный материал может попасть в пазуху носа через канал. Бывает такое, да? Да, и этот пломбировочный материал, он может даже лежать годами и не беспокоить человека. И в одно прекрасный момент он как бы обострится. То есть, какой-то пусковой механизм либо переохлаждения, либо инфицирования организма, снижение иммунитета могут повлечь за собой развитие гайморита. Причем такие гаймориты, которые происходят от зубов, называются в медицине адонтогены. Они протекают намного тяжелее. А вот гаймориты у детей отличаются как-то от течения болезни у взрослых? Конечно, отличаются. Потому что дети до 4 лет вообще не болеют гайморитами. Потому что гайморы и пазухи у детей еще не развиты. То есть, у них в основном только ренит. Так все-таки, как же понять, что вы заболели гайморитом? При обычном гайморите может быть заложенность носа, гнойные выделения из носа. Какие-то боли в этих пазухах, которые заполнены. Да, локальные боли в области пораженной пазухи. Боль может усиливаться при наклоне. Допустим, вы наклоняетесь и чувствуете, что боль прям распирает в области лица. Да, именно так же. Таким образом проверяют в домашних условиях, развился гайморит или нет. То есть, нам поможет зеркало в этом? Зеркало поможет в этом врачу, который при помощи зеркала своего увидит состояние полости носа, какие выделения у вас вытекают из пазухи, насколько искривлена и в какую сторону носовая перегородка. Мария, то есть, не только гайморовые пазухи могут быть забиты, но и также в ловной части? Да, все пазухи, раз пазухи у нас есть, они могут воспалить. В зависимости от того, какие пазухи воспалены, вот допустим, как врачи диагноз ставят. Воспалились гайморои пазухи, называется гайморит, двухсторонний или правосторонний, левосторонний. Фронтальные пазухи воспалились, называется фронтит, опять же по сторонам делится. У нас воспалились решетки, называется этмоидит, и когда воспаляется основная пазуха, это заболевание называется сфеноидит. Воспаление пазух с одной стороны, что характерно для аддонтогенного процесса, то есть, когда именно зубы виноваты в инфекции, называется гемисинусит, то есть односторонний процесс. И воспаление всех пазух носа называется пансинусит. Каким последствиям может привести, в частности, наличие гайморита для всего организма? То есть, начинают страдать не только локальные какие-то сегменты, в частности, наши пазухи, но и воздействие идет на другие органы системы. Давайте разберем это подробно, Мария. Да, вот мы сказали, что гайморит может привести к летальному исходу. Мария, объясните, пожалуйста, как может быть такой исход? Все верно. Гайморит является очень тяжелым заболеванием, который при несвоевременном лечении может привести к таким тяжелым осложнениям, как, первое, это переход воспалительного процесса с пазухи на глазницу. Оно проявляется следующим образом. Это воспаляются и отекают, ну, здесь нету, веки глаза. Подвижность глаза ограничена. Выявляется болезненность при надавливании на глазницу. Второе осложнение, которое может дать гайморит, это переход воспалительного процесса с пазухи носа на среднее ухо, что может вызвать острый средний отит, что проявляется ухудшением слуха, вплоть до полной потери слуха. И боль в области уха может быть нестерпимой. Но самое страшное осложнение гайморита – это все-таки менингит. Это воспаление менингиальных оболочек головного мозга. Менингит, он может протекать по-разному, но для него характерны всегда одни и те же симптомы. Первое – это светобоязнь. Человек очень чувствительен к любому раздражителю. Также появляются сильнейшие головные боли и высокая температура. И также надо помнить, что гайморит, он всегда вот плохо леченый, он снижает иммунитет. А у ослабленных людей особенно иммунитет может снизиться настолько, что бактерии с их токсинами, они могут попасть в кровь и вызвать такое заболевание, как сепсис, или в народе называют заражение крови. Вот эти бактерии, они с током крови могут разноситься по всем органам и тканям, и создавая там гнойные очки больших локализаций. Вот он и летальный исход возможный. Печень, допустим, легкие, головной мозг, почки. И это, к сожалению, может привести к смерти больного за несколько дней и даже считанные часы. Поэтому, Мария, давайте научимся, как правильно лечить гайморит. Расскажите нам об этом. Давай. Чтобы не болеть гайморитом, нужно, конечно, постараться грамотно пролечить и вовремя именно вирусную инфекцию. С чего надо начинать? Это, конечно же, противовирусные препараты. Надо помнить, что вирусную инфекцию никогда не лечат антибиотиком. У нас много людей, которые любят подключать сразу в первый же день антибиотики. Это неправильно. Надо, конечно, работать с симптоматической терапией. То есть, допустим, текет у вас из носа, вы должны нос промывать. Есть солевые растворы в аптеках, в свободной продаже для промывания носа. Затем нос закладывает. Вы можете взять сосудосуживающие капли. А вот, кстати, сосудосуживающие капли. То есть, некоторые люди, буквально, не побоюсь этого слова, подсаживаются на них, у них развивается настоящая зависимость от подобного рода лечения. Как вы это прокомментируете применительно в аспекте гайморита? Все верно. Сосудосуживающие капли, они действительно дают такой побочный эффект, как зависимость. Потому что многие люди, переболев вирусной инфекцией, так и остаются с каплями, годами ходят, десятилетиями. И просто выходя из дома, они боятся оставить где-то эти капли. Скажите, ну вы перечислили, как предотвратить появление гайморита. А мы хотим еще научиться, как его лечить. Ну, я считаю, что лечить гайморит должен именно врач. Так, Мария, ну а какие еще методы лечения существуют? Есть также хирургически распространенный метод лечения, как пункция гайморо-пазухи, или прокол ее называют. Выглядит она следующим образом. Врач сначала обезболивает полость носа при помощи такой спицы, на которой наматана вата. Вата смочена в лидокаине, либо трикаин, это обезболивающие препараты местного действия. Вводит в полость носа под гайморо-пазуху, то есть там. И оставляет минут на 10-15. Когда слизистая анестезируется и становится безболезненной, эту, значит, турунду убирают. И берется специальная игла Куликовского. При помощи этой иглы она заводится в нос, разворачивается в сторону пазухи и прокалывается. Вот это вот как бы медиальная стенка гайморо-пазухи прокалывается, игла попадает ровно в пазуху. И затем врач теперь сможет промывать ее при помощи различных лекарственных средств, форцелином или физраствором, вымывая через... то есть он физраствор вливает через иглу, а через естественное соустье, гной и все содержимое из пазухи выходит в полость носа. Потом ставится катетер. Это такой дренаж, который оставляется до где-то 7 дней в полости пазухи носа для того, чтобы не делать постоянные ежедневные пункции, как это было раньше. И когда уже врач видит, что пазуха не содержит патологический секрет, он не накапливается, пазуха чистая, он может убрать этот дренаж. И самое главное, что надо помнить, что вот эта дырочка, которой все боятся, что будет постоянно из-за этого гайморита, придется постоянно пунктировать эту пазуху, она зарастает буквально через 3 суток после удаления дренажа либо иглы. Спасибо вам, Мария. Теперь мы многое знаем об этой болезни, как гайморит. Я думаю, что многие телезрители при малейших симптомах насморка обязательно пойдут его лечить именно к специалисту, дабы не допустить осложнений. Смотрите нашу программу, и мы расскажем еще вам много секретов здоровья. Вы уверены, что знаете, как оказать человеку первую медицинскую помощь? А в том, что ваши действия не навредят еще больше пострадавшему. Сегодня мы будем говорить о заблуждениях, которые порой могут стоить человеческой жизни. У нас в гостях руководитель группы каскадеров и постановщик трюков Александр Терехов. Встречаем! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Саша, спасибо, что пришли. Александр, какая у вас опасная работа. Хотелось бы узнать, приходилось ли вам по долгу службы оказывать первую помощь пострадавшему? Ну, в нашей работе всякое, конечно, бывает. Мы, ребята, конечно, проходят у нас специальное обучение, именно приобретают навыки, как первую помощь оказывать при несчастных случаях. Ну, в то же время бывают, конечно, такие случаи, но, к сожалению, в нашей работе. Ну, а доводилось ли вам самому оказывать первую медицинскую помощь, то есть пострадавших, ну, к примеру, в ДТП, либо трюк пошел какой-то не так, либо, может быть, сами, не дай бог, были в качестве пострадавшего? Ну, в общем-то, по всем трем эпизодам можно сказать, что приходим. Да, я уверен, что у вас жизнь полна впечатлений профессиональных, да, поделитесь. Да, не скучная жизнь. Расскажите что-то запоминающееся. На дороге, да, бывало такое-то, что просто видишь аварии, остановился, подошел, обычно люди боятся подойти и какие-то действия предпринять. Либо начинают пострадавшего сразу переворачивать сбоку на бок, там, тащить его, поднимать. Пытаются его поднять на ноги. Да, у него на самом деле может быть такая травма, которая может ему только вред причинить от этого. Что вы можете посоветовать людям в такой ситуации? Ведь это сложно взять себя в руки? Ну, в первую очередь, я думаю, что нужно вызвать профессионалов своего дела. То есть это доктора, травматологи, врачи, скорая помощь и так далее. Во-вторых, это обездвижить человека. Ну и сегодня у нас есть такой профессионал в студии. Я приглашаю нашего следующего гостя. Это врач-травматолог Даурен Тусупов. Прошу вас, доктор. Здравствуйте. 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 Часто ли приходится иметь дело с людьми, которым была не оказана, либо некачественно, неправильно оказана первая медицинская помощь? Это непосредственным образом повлияло на их дальнейшее состояние? Ну, к счастью, у нас в городе Алматы очень хорошо развита служба скорой помощи, скорой неотложной помощи. Поэтому, как мы говорим, на догоспитальном этапе помощь все-таки оказывается правильно. Но, к сожалению, еще случаются случаи, когда, как наш гость говорил, на дороге случайные свидетели или попутчики доставляют пострадавших. Тогда иногда либо по незнанию, либо по спешке люди не получают. Наносят еще больше вред. Да, иногда бывает, к сожалению. А сейчас давайте поговорим о самых распространенных ошибках, которые могут люди совершить при оказании первой помощи. Итак, разберем основные симптомы, возникающие при получении той или иной травмы. Что может происходить? Как отличить один вид кровотечения от другого? И какой из этих видов кровотечения самый опасный? Ну, я считаю, что самое опасное, наверное, артериальное кровотечение. Потому что оно находится в глуби, то есть тело внутри, то есть достаточно глубоко. И не так легко его прекратить. Доктор, прокомментируйте, пожалуйста, правильно ли я ответил Александр? Как нам определить артериальное кровотечение от венозного и что есть капиллярное кровотечение? При артериальном кровотечении имеется, как правило, обширная рана. Кровь изливается алого цвета, она изливается толчками. То есть, ну, как мы говорим, пульсирует. И при венозном кровотечении кровотечение менее обильное, кровь темного цвета и интенсивность кровотечения менее выраженная. Ну и капиллярное? При капиллярном кровотечении это, ну, как мы в народе обычно говорим, ссадина, царапина. При таких видах повреждений, либо при обширных каких-то дефектах кожи, когда не повреждены крупные сосуды, кровь выступает на поверхность раны, она не пульсирует. Основные признаки от этих видов. Что делать при подобных кровотечениях? Как вести себя? Как оказать помощь человеку? Основный принцип – это остановка кровотечения, чтобы человек прекратил терять кровь на месте травмы. При капиллярном кровотечении достаточно наложить аспитическую повязку. Это для основных кровотечений в большинстве случаев достаточно. При венозном кровотечении тоже давящей повязки на место раны бывает в большинстве случаев тоже достаточно. При артериальном кровотечении необходимо наложить жгут. Жгут накладывается в местах, где сосуд проходит на поверхности кости, либо расположен ближе к коже. Жгут должен быть наложен с достаточной интенсивностью, чтобы это кровотечение прекратилось. Какой из указанных видов кровотечения, по вашему мнению, самый опасный, Александр? Артериальный, вы сказали? Артериальный, да. Артериальный. Доктор? Артериальный. Артериальный. Итак, мы вешаем плюсик на артериального кровотечения. То есть, по мнению наших экспертов, оно является самым опасным. Вы хотите что-то добавить до урена? Да. Артериальное кровотечение, конечно, является самым опасным, потому что за короткий промежуток времени человек теряет большой объем крови. Но иногда вот люди, как мы до этого говорили, по незнанию, либо по избытку рвения своего тоже накладывают жгут при венозном кровотечении. Этого делать никогда не стоит, потому что это усугубляет кровотечение, и даже при наложенном жгуте кровь продолжает истекать из раны. Итак, следующая наша тема – это раны и травмы, с которыми может столкнуться пострадавший в ДТП человек. И здесь мы говорим о ранах, как нужно их обработать. Давайте прочитаем. Немедленно промыть, извлечь инородные тела, смазать кожу вокруг раны йодом, залить рану йодом. Александр, скажите, пожалуйста, какой вариант вы считаете более целесообразным, правильным? Ну, я думаю, что при промывании можно внести инфекцию. При извлечении инородного тела можно также открыть артериальное кровотечение. То есть неизвестно, где, в каком месте. Инородное тело застряло. Если залить рану йодом, мы получим просто ожог. Правильно? Да. То есть я думаю, что правильно будет смазать вокруг раны йодом. Правильно ли ответил Александр? Да, я считаю, что из предложенных вариантов правильно. От себя хотел бы добавить, что как-то активные действия не специалисту все-таки проводить на месте травмы я не советовал бы. Нужно наложить повязку, обездвижить конечность и как можно скорее транспортировать пострадавшего в специализированном учреждении. Смазать кожу вокруг раны йодом. Да, и это единственно правильный вариант. Итак, далее мы будем выяснять, что же нужно делать при переломах. Переломы. И здесь мы видим следующие варианты. Проверить, способна ли конечность двигаться. Второе. Наложить шину на место перелома. Третье. Приложить грелку. Четвертое. Придать конечности горизонтальное положение. Ну, у нас был такой случай, когда у нас парень сломал ногу. Мы, в общем-то, не успели к нему еще подбежать. Он начал ногой это шевелить. И у него был перелом без смещения. После движения сместилась косточка. И, в общем-то, намного больше проблем возникло впоследствии. Поэтому я думаю, что, скорее всего, наложить шину на место перелома. Наложить шину на место перелома. Даурен, ваш комментарий. Да, я согласен с Александром. Это вот единственное правильное действие – обездвижить травмированную конечность, наложить шину. А каким образом накладывать шину на поломанную конечность? Ну, как правило, из подручных предметов обездвижить, создать покой, чтобы сломанная кость в дальнейшем не повреждала окружающие ткани, сосуды, нервы, мышцы. Накладываем шину на место перелома. Александр, спасибо, вы ответили на все вопросы правильно. Ну, а сейчас я предлагаю научить наших зрителей в зале и телезрителей, конечно, правильно накладывать шину. И есть ли у нас доброволец, кто хочет нам помочь в этом? Так. Молодой человек. Совсем молодой вот у нас парень. Прошу вас, давайте. Выходите к нам. Итак, пройдемте в нашу демонстрационную. В первую очередь, что нужно делать, Даурен? Прокомментируйте, пожалуйста, ваши действия. Ну, предположим, что у человека повреждено предплечье. Так. Нужно устранить грубые смещения, то есть постараться аккуратно придать конечности правильное положение. Угу. Потом приложить, ну вот у нас доска из подручных предметов. Угу. Вдоль конечности. Можно попросить? Да, да, да. Продержи. И нужно будет зафиксировать руку. Зафиксировать, да. Плотно возле этой доски. Вдоль, вдоль доски, да. И обмотать, конечно, все это бинтом. Да. И очень важно, чтобы были обездвижены, то есть захвачены два смежных сустава. То есть в данном случае лучезапясный сустав и локтевой сустав. Чтобы не было возможности сгиба конечности. Чтобы не было подвижности в области перелома. Так называемая иммобилизация поврежденной конечности. Да. Если имеются признаки кровотечения, то есть если есть рана и если есть какой-то отек, на эту область можно приложить лед. Угу. Но его нужно держать не непрерывно, а с перерывами, чтобы не получить там обморожение или местное переохлаждение ткани. Спасибо вам большое, молодой человек, за то, что нам помогли продемонстрировать, как правильно накладывать шину. Александр, я вам желаю удачи в вашей работе и поменьше опасных моментов. Даурина, вам спасибо за ваши ценные рекомендации. Евгений, нам пришло время заканчивать. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ